Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. На самом деле, конечно, сегодня вы смотрите не кулинарную пропаганду. Пару дней назад Олег, славный дружи Обломов, у себя на канале Обломов Став опубликовал видео «Зачем люди пишут гадости в интернете?». Я с интересом посмотрел его и собрался уже было написать ответ, потому что Олег настойчиво и несколько раз просил пояснить ему поведение этих самых героев его видеорассказа. А потом подумал, быстрее будет, если я на ролик наговорю этот ответ. И, Олег, если тебе это интересно, ты, думаю, здесь увидишь. Итак, твой вопрос. Зачем здоровому, взрослому, полувозрелому мужику писать людям счастливым, у которых радость, они выиграли хороший, дорогой приз, что их приз не такой классный, как они думали на самом деле? Вот если мне кто-то объяснит, я буду благодарен. Я тогда пойму стиль поведения, типаж вот этих людей. Выскажу свое мнение. Сразу говорю, я не психиатр, не психотерапевт и не психоаналитик. На мой взгляд, ключевой момент, что я в своих словах услышал, то, что ты считаешь этого человека взрослым. Хочу заметить, что биологический возраст человека не означает его психологическое взросление. Это не значит, что человек вырос, а остался дураком. Нет, он не дурак. Но маленький ребенок не способен, пока со временем этому не научится, осознать, что его мысли, его желания, его суждения о каких-то вещах не являются истинной в последней инстанции. К примеру, какому-то абстрактному маленькому ребенку безумно нравится мороженое. И он считает его чрезвычайно вкусным. Дайте ему попробовать, не знаю, там, черный хлебушек с горчицей. Он скажет, что горькая какая, гадость какая. Или пиво. Потому что горькое, фу, невкусно. И ребенок будет удивляться, что какой-то другой человек, скажем так, взрослый, любит пиво, но не любит мороженое. Он будет искренне считать, что что-то не в порядке с этим взрослым, потому что мороженое вкусное, а пиво невкусное. Так вот, человек среднестатистический, со временем взрослее, научается понимать, что его взгляд на мир, его взгляд на вещи, его суждения на вещи, это его взгляд на вещи, его суждения. А у других людей эти взгляды могут отличаться. Но есть достаточно большая часть товарищей, которые вырастают, но так этого и не осознают. Поэтому они все воспринимают через призму своего мнения, своих желаний, своих впечатлений. И не способны осознать и понять, физически не способны, что у других людей взгляд на вещи может отличаться. Не потому, что те другие люди какие-то плохие или неумные, а потому, что у тех людей свой опыт, свой образ жизни и своя шкала ценностей некоторых предметов. На примере, предложи такому человеку, если он живет, допустим, не знаю, в городе, посреди там, пустыни. Чувак, ты выиграл ценный приз. У тебя на выбор. Берешь либо крутую тачку какую-то, либо крутой катер с двигателем и так далее. Чувак скажет, о, конечно, я выбираю крутую тачку. А если он будет, если он услышит выбор другого человека в пользу катера, то он не примет во внимание то, что тот человек, выбравший катер, возможно, живет в Венеции. И ему машина просто не нужна. И в его шкале ценностей катер, я имею в виду того, венецианца, катер гораздо более ценная вещь, более полезная, чем машина. Даже в случае, если машина теоретически будет там дороже, чем этот катер. Вот этот человек, твой герой, так сказать, твоего выпуска, он не способен это осознать. Опять же, не потому, что он там дурак, он может быть там хорошим математиком и так далее, но вот этой способности осознать и принять, что у других людей другая шкала ценностей, он не способен. Отсюда и возникают, собственно говоря, вот такие вот комментарии. То есть, человек прочитал у тебя, что кто-то выиграл iPhone 16. Он не способен задуматься и понять, что те товарищи, которые выиграли iPhone 16, быть может, этот iPhone вообще в качестве подкладки под ножку стула будут использовать. Или просто как телефон. Что, может быть, для них этот выигрыш ценен сам по себе как выигрыш. Не важно, чтобы они выиграли. Я не знаю, рогатку там, или там бумажный самолетик. Он оценивает через призму своих впечатлений. И он думает, а вот если бы я выиграл, радовался бы я этому iPhone или нет? Нет, 16 для меня мало, мне нужно там 64. И он, соответственно, это пишет. Ему в голову не приходит и не может прийти в силу вот этой самой неразвитости из ребенка во взрослого, в силу вот этого запоздалого или запоздавшего развития, которое может вообще никогда не случиться, что выиграл-то не он. Он это не способен осознать. Поэтому он не пишет такую ерунду. Исходя из этого, удивляться, на мой взгляд, таким товарищам, это все равно, что удивляться поведению детей. Нужно просто делать такую скидочку. Прочитал такое мнение, видишь, что человек не в адеквате. Понятно, что нужно не глядеть на его фотокарточку, где может быть там 50-летний дяденька сидит, а понять, что ну да, борода есть, мозги остались на уровне 5-летнего ребенка. Может быть, замечательного ребенка, великолепного, но не способного понять такие вот вещи. Следующий типаж. Смотрим. Ну, то есть, например, у меня было видео с приготовлением барашка на вертеле. То есть, там барашек, и человек пишет в комментариях, дружи, мне кажется, тебе продали вместо барашка собаку. Ты приготовил собаку и сожрал собаку. Я ему говорю, чувак, ну, это баранина по вкусу. Он такой, пфу, собака-то тоже на барана похоже по вкусу. Откуда? То есть, человек, он как бы полутролль, полу, он не напишет ничего хорошего никогда. Он пишет дрянь, только дрянь. Причем, никакого профита нет, он не дает никакой совет. Это ни в коем случае не критика. Он просто хочет высказать дрянь. И это особый типаж людей. И я хочу понять, что это им дает. Здесь я вижу другой тип людей, который никакого отношения к первому описанному тобой товарищу не имеет. Это тип людей, который можно характеризовать так, как человек, не способный к созидательному труду, находит удовлетворение в разрушении. Это может быть совершенно замечательный по характеру человек, прекрасный. Но его, видимо, в детстве, а может быть до сих пор сейчас, постоянно трамбовали идеи, что делают нужно либо идеально, либо вообще никак. Поэтому этот человек прежде чем что-то начинать, думает, да у меня все равно идеально не получится, я не буду даже это начинать, это плохо. И поэтому, когда он видит труд других людей, которые он считает не идеальным, может быть, проведиво считает, он считает, что те люди поступили неверно, соответствуют с его представлениями о жизни. То есть, они начали, не смогли, не справились с задачей сделать идеально, а вот еще и публикуют что-то в интернете. Поэтому он начинает писать такие гадости. Я согласен с тем, что в интернете целая куча таких материалов, которые не стоило бы публиковать вообще. То есть, я, например, оставляю свое мнение при себе в таких случаях, правда, не всегда. Если такой человек придет ко мне домой и начнет размахивать каким-то безобразно приготовленной едой или безобразно сделанными вещами, то я скажу, что, чувак, вот у меня дома этого не надо. Так же, как в моем комьюнити или у меня на канале вот этого не надо. Это мое комьюнити. Но приходите советовать кому-то там третьему лицу, чтобы он у четвертого товарища в комьюнити что-то выкладывал, я не буду, потому что это правило и взаимоотношение между выкладывающим и хозяином того места, где это дело выкладывается. Вот. Поэтому лица, которые ходят и гадят, не сознают, что они выступают в роли адвокатов, хозяина тех мест, где они выступают. А это проблема с границами. Они не осознают границ. Вот это непонимание границ вызывает такие комментарии. А вообще проблема с границами чрезвычайно актуальна для русскоязычного интернета, я так вижу. Потому что и ко мне на канал регулярно приходят товарищи прямо-таки с требованиями сделай то-то или не делай того-то. То есть люди живут в том времени, в котором уже забыли, что вообще-то за слова в реале за некоторые можно получить и в лоб. Ну, это беда современного интернета и к этому я уже довольно-давно привык. Завершающий твой вопрос. Если мне кто-то объяснит, я буду очень благодарен. Так что это кухонный философ с простым вопросом вот к вам. Что это дает этим людям и почему они вообще никак не фильтруют свои слова и надо ли фильтровать свои слова. Самое первое, давай помнить, что это две разные группы людей и поэтому для первого товарища, с которого все началось с критика айфона, его затыкать в данном случае. Ну, можно затыкать, можно не затыкать. Он высказывает свое мнение о своих впечатлениях, не задумываясь, что его мнение, если его не спросили, это мнение через призму его восприятия полезности какой-то вещи для него. Поэтому можно просто смело забыть, на мой взгляд, и не обращать внимания на такого товарища, либо банить его, если неприятно это делать читать. Оба варианта, на мой взгляд, абсолютно равнозначны. Что касается второй группы людей, то тут все понятно. Они комментируют для того, чтобы почувствовать, что они тоже что-то значат в этом мире. Раз они не способны сами полететь, то и другим летать не дадут. Они получают от этого моральное удовлетворение, пользы они и не собираются никакой приносить, они испытывают удовольствие от того, что тоже что-то значит в этом мире. И таким образом самоутверждаются тоже, на мой взгляд, вполне такое естественное поведение для такой группы товарищей. Вот так. Надеюсь, что свое мнение я смогу донести. Надеюсь, что оно тебе интересно. Спасибо тебе. Ну и спасибо вам всем за компанию. Пока. Пока.